Добрый день, меня зовут Грибанова Евгения Викторовна. Я действующий третейский судья Краснодарского края, магистр права, сертифицированный бизнес-тренер и бизнес-наставник для молодых предпринимателей. Также я являюсь общественным представителем и полномоченного по правам предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе Юрия. Вот уже более 15 лет я помогаю людям добиваться справедливости, отстаиваю их права и интересы в суде. В моей практике более 200 выигранных дел, в том числе это дела о разводе, алиментные обязательства, раздел общенажитого имущества и многие другие дела. Тема моего курса «Письменные доказательства в суде. Оригиналы, дубликаты, копии». Давайте с вами поговорим об актуальности темы. В настоящее время бумажные доказательства в суде имеют наивысшую силу. Все больше доказательств прилагается именно на бумаге, нежели в электронном виде. Между тем, бумага, как мы все знаем, она может потеряться, может выцвести, ну и потерять свои определенные свойства. Как правило, при предъявлении искового заявления необходимо именно бумажные доказательства, которые будут правильно удостоверены, либо подписью руководителя, печатью организации, ну или заверенной физическим лицом, если истец является физическое лицо. Однако бывают моменты, когда в ходе рассмотрения дела для установления определенного доказательства, для того, чтобы подтвердить данный документ суду, нужно предъявлять и оригинал документа. Случается так, что документ утерян, а вопрос, в связи с которым он был составлен, остается, соответственно, нерешен. И у суда возникает множество вопросов, каким образом данный документ предъявлен, копия данного документа, и почему не предъявляется оригинал для того, чтобы суд заверил данный документ. При обращении в суд необходимо собрать, соответственно, пакет документов. И часть из них — это письменные доказательства, на которых истец основывает свои обвинительные моменты, свою обвинительную часть, а ответчик, соответственно, свои возражения представляет на данное исковое заявление. Обычный гражданин, который даже не является юридическим, подкованным в каких-то моментах, он должен понимать, чем отличается дубликат от копии, либо оригинал. И в некоторых случаях необходимо предъявить какой-либо из документов, и для этого нужно понимать, чем отличается конкретно каждый документ, и какой документ имеет силу юридическую именно в доказательствах в суде, и какой необходимо предъявить для суда. К сожалению, каждый из нас не застрахован от похода в суд, и в любой момент могут пригласить, либо в качестве свидетеля, либо в качестве ответчика, либо в ином случае бывают ситуации, когда и каждый из нас может обратиться в суд для защиты своих прав и интересов. И для того, чтобы обратиться в суд, необходимо собрать соответствующий пакет документов. И тут встает вопрос, каким образом? Что делать, если, допустим, оригинал документа утерян? Стоит ли обращаться в суд? Будет ли ваша доказательственная база действительно для суда? И вынесет ли суд удовлетворяющие вас решения? На все эти вопросы вы можете найти на моем авторском курсе. Я с вами не прощаюсь и жду вас на первом уроке.